Единственный вариант, который у нас остается, это переход к резкомобилизационному проекту, в основе которого лежит... Широкомобилизационный, в смысле не людей на фронт. Да, нас в Украине, в основе которого лежит Украина, в основе которого лежит принцип возвращения в историю. Ну да. Все, тогда появляется шанс и внутри нас, не важно даже технически, как он будет реализовываться, через фунту, через переворот, это абсолютно не важно. У нас появляется может и законное правительство прямо сейчас организовать, если у них такая идея появится в голове, и так было бы даже лучше, к сожалению, не появится. Так вот, тогда у нас появится время, мы выигрываем время существенным образом, у нас появляются собственные ресурсы за счет мобилизации, у нас появляется авторитет для того, чтобы склонить часть правительства Восточной Европы и мировых, обеспечить себе дипломатические, некоторую степень военной поддержки, которая достаточна для того, чтобы поставить ситуацию на фронте в тупик, например, сделать ее бесперспективной для Российской Федерации, нам же не надо вообще выиграть войну у них, нам это нереально. Нам надо поставить сейчас ее в тупик, чтобы они поняли, что продолжение бесполезно. И что, например, перейти к приостановке войны, выигрывая тем самым дальнейшее для себя, что время на мобилизацию. На мобилизацию, на возвращение в историческую судьбу, создание барьера безопасности такой, что всякое продолжение войны, например, второй, третий раунд со стороны Российской Федерации, будет технически невозможным, и они перейдут другим способом борьбы с нами, не военным, что уже в самом деле. Вот это реальная задача в настоящий момент. Реальная она в кавычках, потому что я не вижу такого сценария. Я не вижу субъекта действия, который способен призвать нас к историческому процессу. И любые победившие сейчас силы, например, те же военные, на которые смотрятся. Да, Алексей, мне ваша позиция понятна, тут даже не то, что вы видите, что они... У меня сомнение, что они... Я не вижу тех, кто это услышит и поддерживает. Я конечно, разрешите же договорить. Вот всегда за одно предложение до конца. А, весь идти разговаривает. Смотрите, смотрите, в чем проблема, значит, я не сомневаюсь, что в Украине есть силы, которые способны отстранить власть и прийти к власти сейчас. Это как бы технически несложно. Я сомневаюсь в том, что они понимают, что такое историческое действие, и способны развернуть такую программу даже после прихода к власти. Вот теперь я договорю. Леш, я теперь резюмирую то, что ты сказал, и на самом деле я считаю, что ты должен говорить на всех своих эфирах, не только у нас на канале, а везде. Потому что то, что ты сказал, это принципиально важно. Что ты сказал, да, я как резюматор говорю, ты сказал очень важную вещь, что если Украина уходит в глухую оборону, если строят вот эти все линии обороны, которые делают дальнейшее подвижение России, дальнейшее наступление России столь затратным, что оно превращается в бессмысленное, то тогда появляется пространство для маневра, потому что включается рация, включаются другие маневры. Смены модели, он говорит, смены модели и включение другого режима, в котором мы уже можем сами принимать решение, что делать дальше. Все, как ты говоришь, только с одной поправкой. Самой остановки фронта недостаточно. Конечно, конечно. Чтобы сменить мотивацию игроков, тоже Польша, например, тоже Чехия, Литва, нам нужно сменить свою мотивацию. Они должны увидеть у нас, как это, возвращение короля. Свою модель власти, модель организации и мотивацию, да. Сюжет, сюжет возвращения короля. Они должны увидеть такой уровень мотивации, драйва там и действия исторического, что они должны захотеть стать соучастниками и увидеть, что это более выгодная стратегия, чем арбанизоваться, например, по отношению к России. Понимаешь, да? Вот простая МГС. То есть мы должны заявить такой уровень исторического действия, что они сказали, так вот же, вот же сила, с которой надо играть, а урбанизоваться мы сюда успеем, а не финляндизоваться по отношению к России, если брать финляндизацию, как старое до вступления финансов. Но это мы должны продемонстрировать, ну, экстраординарный класс игры.